Больше 400 заявок подали фермеры на получение выплат по поголовью животных. Владельцы крупного рогатого скота смогут получить от 5 до 7 тысяч леев за каждую живность на своей ферме. А те, кто держит овец и коз, от 300 до 500. Такую финансовую поддержку животноводам будут оказывать впервые. Прошлое правительство КИКУ решило поощрить сектор, который, во-первых, сильно пострадал от засухи прошлого года, а во-вторых, десятилетиями сокращается. Представители Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве заверили, что выплаты получат все, кто подал заявку. Датации положены держателем именно племенных животных, то есть чистокровных, с достоверным происхождением, которое можно подтвердить справками, документами и племенными паспортами. Есть и ряд других условий. Например, заявки могли подавать только официально зарегистрированные предприятия. Итого, за крупный рогатый скот, а именно за коров для молочного и мясного производства полагается по 7 тысяч леев за голову, за тёлочек старше 12 месяцев – по 5 тысяч леев, за овец специализированных пород для молока и мяса – по 500 леев. Столько же за коз и за молодняк старше 12 месяцев – по 300 леев. Помощь зоотехникам необходима, чтобы возродить животноводческий сектор и повысить производительность. И, похоже, инициативу фермеры оценили. Когда приём заявок открылся, многие поспешили сделать своё хозяйство официальным. Заявки принимали с 1 апреля по 4 июня. Для предоставления выплат животноводам из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности в этом году выделили 80 миллионов леев. Фермеры начнут получать субсидии уже со следующей недели.